Сегодня день рождения Томаса Эдисона, всемирно известного изобретателя. Он усовершенствовал телеграф, телефон и киноаппаратуру, а также разработал один из вариантов электрической лампы накаливания. Не случайно именно сегодня в Чуваши открылся фестиваль науки. В Чубаксарском институте культуры собрались молодые ученые, студенты и представители власти. Там работала сегодня и наша съемочная группа. Извечный спор между физиками и лириками, похоже, сегодня решен в пользу первых. Лирики готовы признать первенство ученых, но с условием, что в их профессиональной жизни останется место для творчества. Дорогие молодые люди, никогда не сожалейте, что связали свою жизнь с наукой. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь творить, и все это воздастся. Хочу пожелать вам творческих успехов, А особенно тем, кто сегодня получает свидетельство за особую творческую стремленность. Поздравляю всех вас! Научная деятельность – процесс, который захватывает человека раз и навсегда. И самое главное – встретить на своем пути учителя, который поможет сделать первые шаги. И единомышленников, которые готовы продолжить начатое тобой дело. Наша научная школа была основана известным профессором, основателем теории пластичности, классиком, Яблевым Дьюисом Даниловичем. К сожалению, он скончался в марте. И научные исследования мы взяли в свои руки и продолжили. То есть во главе с ректором нашего вуза Мироновым Борисом Буровичем. Мы занимаемся решением практических задач, теорией предельного состояния. Во фестивале участвуют и совсем юные ученые. К примеру, Женя и Антон из Шумерлинской гимназии номер 8 изобрели настоящий спутник. Этот спутник планируется запускать с расстояния 2 километра. И при этом он должен будет передать с датчиков давления и температуры данные на базу. Это основная миссия. Дополнительная миссия. Мы же должны будем придумать еще дополнительные датчики. Либо какую-то видеокамеру. Экспозиция, развернутая в фойе Института культуры. Своего рода анонс мероприятий, которые пройдут в рамках фестиваля науки. В ближайшее время стартуют республиканские конкурсы. Наука 21 века и женский облик науки. 16-я межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодежи. И фотоконкурс наука в объективе запланирован на май. А 3-й республиканский фестиваль научно-технического творчества молодежи пройдет в июне. Так что у молодых ученых достаточно и времени, и возможности проявить свои таланты во всей многогранности. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.